В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Харитончик. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе. В сезон велосипедных праж у полицейских прибавилось забот. Семья – начало всех начал. День семьи отмечают во всем мире. Приют для собак быть. Сегодня мировое сообщество отмечает Международный день семьи. Праздник был провозглашен в 1993 году. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. День семьи – это возможность привлечь внимание органов и общественности к проблемам семьи и проведению мероприятий в поддержку семьи. Семья Плиндовых в Международный праздник семей пришла в Кандалакшский ЗАГС, чтобы зарегистрировать новорожденную дочку Еву. У родителей малышки Александра и Алины это первенец. Глава семейства признается, что без поддержки родных и государства исключительно собственными силами молодой семье пришлось бы непросто. Скорее всего это помогать молодым семьям, как-то стараться обеспечить их жильем, то есть делать какие-то более такие программы, чтобы дети могли рождаться в глубоколучных уже семьях, то есть чтобы были квартиры у родителей, помогать более с рабочими местами, устраивать молодых специалистов куда-нибудь. Если, к примеру, нет образования у родителей, помогать закончить образование, получить высшее или хотя бы среднее специально, чтобы была работа, обеспечивать своего ребенка. Церемонию имя наречения для семьи Плиндовых провели по всем правилам. И в международный праздник сотрудники местного отдела ЗАГС поздравили не только этих супругов, но и все кандалакшские семьи. Уважаемые жители Кандалакшского района, примите наши искренние, самые теплые и сердечные поздравления в Международный день семьи в прекрасный праздник верности, любви и надежды. Самое прекрасное для нас – это наши дети. Пусть ваши семьи будут прекрасным, теплым и уютным домом для ваших детей. Каждый год тематика Международного дня семей меняется. В нынешнем внимание мировой общественности обращено на необходимость обеспечения баланса между трудовой деятельностью и выполнением семейных обязанностей. Утвержден график ремонтных работ на котельных города. Когда теплоэнергетики планируют их закрыть на профилактику и приостановить подачу горячей воды в жилые дома? В нашем следующем материале. Согласно графику, 5 июня перестанет дымиться труба первой котельной. Она обеспечивает горячей водой дома, расположенные в центральной части города. Плановый ремонт продлится до 10 июля. Жители железнодорожного микрорайона останутся без горячей воды с 11 июля. 21-я котельная закроется на ремонт до 9 августа. Остановка систем теплоснабжения на Невитре будет осуществлена в августе. Горячее водоснабжение в домах жителей поселка Металургов отключат на три недели с 1 августа. Профилактические работы на объектах теплоснабжения в поселке Невский намечены на период с 19 июня по 4 июля. Кроме остановки котельных теплоэнергетики запланировали еще и мероприятия по опрессовке. Испытания тепловых сетей на максимальную температуру проводятся дважды за сезон. После окончания прошлого и перед началом следующего отопительного сезона. Приюту для собак в Кандалакше быть. Местные власти, как и обещали, ведут активную работу в этом направлении. Место для передержки бездомных животных откроется в нашем городе в конце лета. Проблема бездомных животных в Кандалакше существует уже не первый год. И сейчас она особенно обострилась. В любом районе города можно увидеть стаи бродячих собак. Численность их неуклонно растет. Власти города обещали, что приют для бездомных животных появится в городе к лету. Сказали, сделали. На данном этапе уже разработан план будущего дома для бесхозных животных. В данном проекте предусмотрены все необходимые помещения в соответствии с санитарными нормами и правилами. И со СНИПами, которые регламентируют обустройство данных помещений. Найденное помещение. Оно находится в районе Невы-3. Работы здесь пока не ведутся, но после того, как будет определен подрядчик, появится целый комплекс всего необходимого. Будут два отдельных помещения для содержания больных и здоровых животных. Операционная и постоперационная комната. Также отдельно будет кабинет ветеринарного врача. Всего в приюте будет содержаться около 50 собак. Ведь именно для них рассчитан будущий проект. Распределение детей, состоящих в очереди в детские сады, завершится 25 мая. Списки малышей с указанием, в какое дошкольное учреждение пойдет тот или иной ребенок, разместят на сайте районной администрации. Получить путевку в детский сад родители или законные представители детей смогут до 30 июня. Глава городской администрации Андрей Иванов проведет встречу с населением по личным вопросам. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 95138. Встреча будет проходить 23 мая. Подведены итоги благотворительной акции «Милосердие исцеляет», в ходе которой проводился сбор средств. Ящик для пожертвований был установлен в супермаркете «Авоська». Внести свой вклад в благое дело мог каждый желающий. В итоге было собрано более 3000 рублей. На эти деньги приобретены средства личной гигиены и медикаменты для лиц без определенного места жительства. Городские власти готовы объявить конкурс на выполнение работ по нанесению разметки. В этом году на эти цели выделено более 600 тысяч рублей. Одновременно с этим решается вопрос о проведении капитального ремонта дорог. Руководство города планирует обратиться в Министерство транспорта региона с просьбой предоставить дополнительную субсидию на реконструкцию автомобильных трасс местного значения. Внимание неработающих пенсионеров. Северяне, находящиеся на заслуженном отдыхе, имеют право на получение компенсации проезда к месту отдыха и обратно. На сегодняшний день правила предоставления данной услуги упростились. Воспользоваться правом на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно неработающие пенсионеры-северяне могут один раз в два года. Помимо возмещения фактически произведенных расходов, выплата может производиться в виде получения талонов на право приобретения безденежных проездных документов. Для получения возмещения затрат пенсионеру достаточно подать в пенсионный фонд заявление, паспорт, пенсионное удостоверение, страховое свидетельство и проездные билеты, а также трудовую и сберегательную книжки. Стоит отметить, что сейчас порядок получения компенсации упрощен. Теперь не нужно предоставлять справку, подтверждающую период нахождения пенсионера в месте отдыха. Более подробную информацию можно узнать, обратившись в клиентскую службу пенсионного фонда. Кража велосипедов – явление распространенное ежегодно, но не обходит стороной и Кандалакшу. Как показывает практика, сотрудникам правоохранительных органов приходится реагировать на обращение о пропаже велосипеда так, как и на самые страшные преступления. В итоге основное внимание полиции переключается на мелкие дела. Сезон краш велосипедов в Кандалакшском районе стартовал, и у сотрудников отдела внутренних дел прибавилась работа. В очередной раз стражи правопорядка обращаются к гражданам с просьбой быть внимательными. Я хотел бы обратиться к гражданам, чтобы они более-менее добросовестно относились к своему имуществу. Если оставляли велосипед в подъезде, то хотя бы на металлический тросик пристегивали его к батарее, а лучше всего бы хранили свое личное имущество либо в гаражах, либо в квартирах. Самый надежный способ защитить свое движимое имущество – двигаться вместе с ним, то есть не отпускать от себя велосипед. А поскольку всегда так делать невозможно, любителям этого вида спорта советуют держать железного коня в гараже или в квартире, а также использовать специальные крепления, не оставлять велосипеды без присмотра у забора или в магазине. Далее прогноз погоды. Его представляет Восточный экспресс-банк. Сегодня ночью в городе и по району ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный – 5-7 метров в секунду. Температура воздуха – плюс 4, плюс 9. Днем облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный, юго-западный – до 8 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 15, по району – до плюс 17 градусов. Атмосферное давление будет постепенно расти. 16 мая солнечная активность – умеренное геомагнитное поле неустойчивое. Что можно успеть за 15 минут? Сделать ремонт? Отправиться в отпуск? И даже купить автомобиль? С Восточным экспресс-банком быстро и легко. Кредит до 500 тысяч рублей за 15 минут. Восточный экспресс-банк. 8 800 100 ровно 7 100. На этом наша программа завершается. Увидимся завтра в это же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова